Привет, друзья! С вами снова Джин Лав, и сейчас мы продолжим с вами создавать наш сайт. Итак, в предыдущем уроке мы с вами установили новую тему сайта и поменяли его шаблон. То есть мы поставили вот такую вот тему, и сейчас наш сайт вот так вот выглядит. Если набрать в поисковике браузера название нашего сайта, да, вбить надпись нашего сайта, вот, и нажать поиск, то он у нас вот так вот выглядит. Также мы в предыдущем уроке я вам показал, как входить в панель управления своим сайтом. И на этом мы закончили. Смотрите, в этом уроке будет следующее. Я вам покажу, как входить туда, где зарегистрирован ваш сайт, где хранится ваш сайт. Я покажу вам, как входить на таймвеб. Дальше, также в этом уроке мы подтвердим ваши права обладателя на сайт. Подтвердим права в гугле. Итак, приступим. Смотрите, делайте все так же по шагам, чтобы запомнить, вот, как входить в панель управления там, где расположен ваш сайт, как входить на таймвеб, там, где ваш сайт хранится, да, и где он зарегистрирован, я покажу один раз, и больше мы этого касаться не будем. Итак, возвращаемся на рабочий стол свой. И мы создавали в ранних видео папочку сайт. Заходим в нее, также там у нас была папочка таймвеб, заходим в нее, заходим в этот текстовый документ таймвеб, и видим, здесь у нас надпись панель, вот, панель, и тут такая ссылочка. Копируем эту ссылочку, копируем эту ссылку, и вставляем вот в поисковую строку браузера, вставляем, или вручную прописываем, не важно, и нажимаем поиск. Вот у нас сразу высветилась вот такая вот форма входа для нашего сайта, именно на таймвеб, где хранится наш сайт. Еще раз возвращаемся, и копируем логин. Вставляем вот сюда, в имя пользователя, вставить. Дальше, опять возвращаемся, ниже копируем и пароль. Копировать. Возвращаемся, вставляем пароль, ставим галочку запомнить, и нажимаем войти. Все, мы вошли. Нажимаем сохранить. Все, мы вошли. Дальше. Это один способ, как войти. Второй способ, сразу покажу, покажу вам, чтобы вы, ну, знали и второй способ. Нажимаем сюда, левой клавишей мыши, потом нажимаем выход, и выходим. Дальше. Второй способ. Допустим, вы просто находитесь в гугле. Тогда вы пишете просто надпись. Надпись TimeWeb. И нажимаете на их сайт timeweb.com, и заходите к ним. Дальше. Делаете следующее. Нажимаете на вот эту вот надпись «Вход для клиентов». Нажали. Тут у вас должно вот так вот отмечаться, таким вот уголочком «Хостинг» направлено. И дальше вы также сюда вставляете также свой логин. Логин свой вставляете. Вот этот. И также вставляете, прописываете сюда свой пароль. И все. И далее нажимаете «Войти». На этом мы закончим. То есть мы вошли и научились входить туда, где расположен наш сайт, там, где он зарегистрирован и хранится. Все. Это мы запомнили. Теперь. Дальше. Что мы будем делать? А теперь мы будем подтверждать права на наш сайт. То есть то, что именно мы владельцы нашего сайта. Мы подтвердим права в Google и сделаем это следующим образом. Вернемся на Google и наберем такую надпись. Напишем по-русски «Google Webmaster». Ниже мы сразу высвечиваем такая надпись «Центр Google для веб-мастеров. Инструменты. Справка». И ниже такая ссылка «3w.google.ru.webmaster». В общем, заходим на этот сайт. Дальше. Появляется у нас такая страница. Теперь мы нажимаем еще раз «Вход». И вот у меня сразу запросил почту. Зайти в почту. Ну, чтобы я был в почте. Может у вас запросить, может не запросить. Это на самом деле не имеет значения. Все. В результате у вас должно высветиться вот такая вот страница. То есть. Следующее, что мы делаем. Мы сюда указываем название нашего сайта. Вот в эту панель. В эту вкладку. Прописываем сюда название нашего сайта. И как только прописали, именно полностью вот «http//», название нашего сайта с точкой, там «ru» или «.com». И нажимаем на кнопку «Добавить ресурс». И нажимаем на кнопку «Добавить ресурс». На эту надпись «Этот файл подтверждение мнения HTML». Нажимаем на него. И у нас пошла загрузка файла. То есть этот файл нам скачался на компьютер. Теперь мы входим в папочку свою на компьютере в загрузке. Я пока сверну все лишнее. Входим в папку загрузки. Она у меня находится вот здесь. Входим в папку загрузки. И вот так отображается наш файл. С надписью «Google» и цифры какие-то здесь еще прописаны. Смотрите, если у вас папочки загрузки на рабочем столе нету, я вам покажу, где ее найти. То есть нажимаете на «Пуск», дальше выбираете себя, там у вас имя, компьютер, нажимаете сюда. Дальше, вот здесь еще будет отображаться эта папка загрузки. Если у вас ее на рабочем столе вдруг нету. Ладно, это пропускаем. Все. Нажали на загрузки, посмотрели. Вот этот файл. Google с цифрами. Все, закрыли это. Теперь возвращаемся назад. И делаем следующее. Теперь мы переходим в панель TimeWeb. Я для краткости буду говорить следующее. Запоминайте. Я буду говорить панель TimeWeb. Это значит вот этот вот сайт. Вот это вот панель управления TimeWeb. Хостинг, да? Хостинг TimeWeb. А когда я буду говорить панель сайта, да? Это будет понаразумеваться именно управление сайтом. А это управление хостингом. Вот сервера, сервера, имена, домины. Это именно это. Итак, зашли сюда. И теперь, смотрите, здесь все будем делать по шагам, чтобы вы не ошиблись. То есть мы файл скачали. Теперь нам нужно сделать следующее. Кратко скажу, нам нужно этот файл закачать к нам к себе на сайт. К себе на сайт закачать. Итак, поехали. Будем действовать по шагам. Я всегда рассказываю подробно, чтобы не было никаких ошибок. Итак, поехали. Нажимаем на такую вот надпись «Файловый менеджер». Нажали. Дальше у нас виситились такие вот папочки, да? Две папочки и один файл. Теперь мы нажимаем на папочку «WordPress». Нажали. Дальше мы нажимаем на папочку «Public.html». Нажали. Смотрите, у вас должно высветиться следующее. Несколько подобных вот таких вот папочек. И внизу вот такие вот файлики, да? То есть, вот что у вас должно быть высвечено. Вот. Здесь написано «VP Admin», «VP Content», «VP». Вот. У вас должно быть все-таки высветиться. Следующее. Вы нажимаете сверху на надпись «Файл». Это следующий наш шаг. Нажимаем на файл. Теперь мы нажимаем на надпись «Загрузить на сервер». Нажимаем. Теперь нажимаем на надпись «Прикрепить файл». Нажимаем. Теперь заходим в папку «Загрузки». Опять же, смотрите, она у вас может быть здесь не отображена. Это у меня так настроено хорошо. Но если у вас она здесь не отображена, а на рабочем столе, нажимаете на рабочий стол. И среди всех папочек ищите папку «Загрузки». Допустим, как я сейчас это делаю. Вот. Зашел в папочку «Загрузки». Дальше мы нажимаем на файл, вот где написано «Google» и цифры. Вот такие вот. И нажимаем «Открыть». Все. Теперь последнее, что мы делаем, мы нажимаем «Загрузить». Все, файл загрузился. Следующий шаг. Мы проверяем, загрузилось ли. То есть смотрим, есть ли этот файл у нас здесь. И вот мы сразу видим «Google цифры». Вот он у нас здесь есть. Он загрузился. Теперь что мы делаем? Мы нажимаем на вот этот вот кругляшок «Обновить». Все, мы обновились. И теперь мы возвращаемся на вкладку «Подтверждение сайта». Мы загрузили файл, как нам здесь сказали, на свой сайт. И теперь мы нажимаем кнопку «Подтвердить». И все. Появилась у нас такая страничка с галочкой. Поздравляем, вы успешно подтвердили права собственности на сайт. И тут у вас будет дальше название вашего сайта. Все. Это мы сделали. Теперь возвращаемся на наш хостинг «Таймвеб». И смотрите. Сейчас это не закрываем. После этого урока мы приступим к подтверждению права собственности на сайт. Уже не в Google, а уже в Яндексе. То есть, сначала мы подтвердили права собственности в Google. А теперь мы в следующем уроке, в видеоуроке, подтвердим права собственности в Яндексе. Эту панель «Таймвеб» не закрываем. И сейчас будем подтверждать права собственности в Яндексе. Увидимся в следующем уроке. С вами был Джин Лав. Пока.